Глубоко уважаемые коллеги, я хотел бы сделать замечание сугубо практического свойства. Мы все вступаем в эру тотальной аккредитации. И я прошу всех докторов помнить, что существует лучевая терапия лимфомы, ходжкинских и днеходжкинских, и она обязательно будет в тестах, и обязательно будет в кейсах в каком-то количестве. Поэтому не думайте, что существует только онкогинекология, рак лёгкого, рак головы шеи и кожные раки, рак молочной железы. Лимфомы тоже вы должны знать хотя бы в самых общих чертах. Итак, тема доклада – сравнительный анализ результатов химиолучевого лечения диффузной бакурпантлеточной лимфомы медицинальной и забрюшенной локализации. Почему, собственно, появилась эта тема? Вот статистические данные. Вроде бы доклад о том, чего вообще в природе не существует. Смотрите, по официальной статистике в Москве только 20 больных пролечено из 900 заболевших. Проведено химиолучевое лечение. Московская область даже выделяется на этом уровне. И вся Россия даже больше, чем Москва. Но это, конечно, гримасы статистики. Но я должен сказать, что и 14, и 12% – это очень мало. И даже вот из доклада Майи вы уже понимаете, что это, конечно, явно недостаточно. То есть у нас в России имеется совершенно чёткий перекос в сторону химиотерапии и в сторону вытеснения химиотерапии, лучевой терапии, простите, излечения злокачественных лимфом. Но это не наша тенденция, сугубо местная. Вот, пожалуйста, Соединённые Штаты и статья, которая буквально кричит СОС. Это база данных национальная. Десятки тысяч больных. И что автор констатирует, что использование лучевой терапии при локальных нехожкинских лимфомах, высокой степени злокачественности, диффузная бекупракнеточная, за 12 лет сократилось практически на 15%. При том, что выживаемость при химиолучевом лечении совершенно чётко выше и достоверно выше. И автор делает совершенно обоснованный вывод, что использование консолидирующей лучевой терапии при диффузной бекупракнеточной лимфомы в Соединённых Штатах снижается под влиянием только социально-экономических факторов. Это мягко сказано. А если говорить своими словами, то под влиянием, мощным ломбистским влиянием большой фармы. И это негативно влияет на выживаемость больных. У нас в России, между тем, база для использования лучевой терапии хорошая, имеются у нас российские клинические рекомендации по лечению лимфопролиферативных заболеваний. Там чётко расписана, скажем, тактика при диффузных бекупракнеточных лимфомах. Не буду здесь её полностью излагать. Она представлена на схеме и при различных клинических ситуациях, не только при полной частичной ремиссии, но даже и при отсутствии эффекта, когда проводится высокодозная химиотерапия с трансплантацией костного мозга. И там есть место для лучевой терапии на остаточную опухоль. Что-то оно у меня не идёт. О, сработало. И, собственно говоря, уже давно, 10 лет назад, была итальянская группа Мартели представили результаты химиолучевого лечения медистинальных лимфом. Медистинальные лимфомы, пожалуй, наиболее хорошо, так сказать, изученная группа лимфом с точки зрения применения лучевой терапии. И уже тогда отдалённые результаты, выживаемость в пределах даже выше 80%. Недавно защищена диссертация в онкологическом научном центре по медистинальной б-крупноклеточной лимфоме, химиолучевое лечение. Общая выживаемость пятилетняя выше 80%. Наши данные также находятся в этом диапазоне от 80% до 90% даже. Но это вот 90% – это уже последние годы самая, так сказать, мощная программа с использованием ретуксимаба. А вот то, что касается забрюшинных лимфом, то вот, пожалуй, только из доклада Майи я увидел в первый раз упоминание об этих лимфомах. А когда попытался поискать, что же есть в литературе, то оказалось, что представлены только единичные наблюдения. Вот смотрите, годы публикаций, и описываются единичные наблюдения буквально, или какой-то очень небольшой опыт их лечения. И в отечественной литературе нашел только одно упоминание о забрюшинных лимфомах. Это статья из Гематологического научного центра Москвы, где, правда, анализируются фолликулярные лимфомы. Ну, мы все знаем, что границы между фолликулярной лимфомой и диффузной беокрупноклеточной очень условны. У нас существует третий цитологический тип, где уже есть крупные клетки, а 3B-цитологический тип – это практически диффузная беокрупноклеточная лимфома. Так вот, обратите внимание, фолликулярные лимфомы, они как бы считаются доброкачественными, а пятилетняя – это выживаемость на очень и очень скромном уровне – 50%. И, конечно, думая о лучевой терапии забрюшинных лимфом, мы должны всегда иметь в виду, чем мы жертвуем. В данном случае, при данной локализации, мы жертвуем костным мозгом, расположенным в поясничных позвонках, и крестце. Ну, иногда и тазовый пояс подключается, а это 51% активного костного мозга у взрослых. Поэтому в сравнении, скажем, с медицинальными лимфомами, где доля облучаемого активного костного мозга всего около 25%. Поэтому, думая об этой локализации как о радиотерапевте, мы должны это чётко себе представлять и понимать, что при данных, вот при такой ситуации для исчяжения костного мозга необходимы совы современные методики радиотерапии. 3D и МРТ максимально комфортные. Ну, теперь перейдём непосредственно к нашему материалу. 260 больных медицинальными лимфомами и только 62 больных с забрюшинными. Действительно, встречаются они практически в 4 раза реже. Видимо, этим обусловлена, так сказать, ну, мало, недостаточность литературных данных о результатах их лечения. Чем же они отличаются? Ну, половой состав практически одинаковый. Медиана возраста медиастинальные лимфомы помоложе существенно – 32 года и 52 года забрюшинные лимфомы. Стадии заболевания, ну, практически они одинаковые. Посмотрите, первая стадия, вторая – единственное, что вот вторая стадия встречается существенно чаще при медицинальных лимфомах, а третья и четвёртая – они, в общем, третья стадия, да, третья стадия чаще встречается при забрюшинных лимфомах, а четвёртая – это практически с одинаковой частотой, там, там. И стадии А и стадия В, В – это симптомы интоксикации, здесь они практически не различаются. И существенно, что объединяет эти две группы лимфомы? Это высокая частота огромных опухолей. При медицинальных лимфомах у нас почти 75% имели опухоль более 10 см в диаметре, и при забрюшинных лимфомах – это практически 60%. По международному прогностическому индексу существенных различий нет, и между группами, и эффект химиотерапии, то тоже, ну, практически одинаков. Частота полных эффектов у четверти больных, и прогрессирование – это 4-6%, то есть практически одинаковые. Суммарная очаговая доза использовавшаяся. Ну, диапазон очень близкий. Медиана несколько ниже 36 грей при забрюшинных лимфомах. Итак, сравнение общей выживаемости. В целом по группе достоверных различий нет, но тенденция к худшим результатам, все-таки отдаленным результатам, определенная при забрюшинных лимфомах, все-таки прослеживается. Посмотрим, что у нас по группам получается. Ну, женщины, как всегда, в лимфомах немного блистают, у них всегда выживаемость лучше. И сравнительные результаты у них, результаты медицинальных забрюшинных лимфом, у них близки. А вот у мужчин, к сожалению, хотя это и статистически недостоверно, но тенденция к снижению выживаемости тоже зарегистрирована. Всего лишь 50% отдаленная выживаемость при забрюшинных лимфомах. Возраст. У пожилых больных результаты близкие, несколько больше различия у больных до 50 лет. Первая и вторая стадии. Почему-то тоже результаты хуже при забрюшинных лимфомах, в то время как при третьей-четвертой стадии они практически совпадают, ну, практически одинаковые. При опухолях менее 10 сантиметров немножко лучше выглядят, хотя и недостоверно лучше забрюшинные лимфомы, а при больших медицинальные лимфомы имеют явное преимущество. Хотя ошибка всего лишь 19, ну, 20%. Тенденция все-таки существует. Как это объяснить? Возможно, мы как лучевые терапевты не очень еще, так сказать, отработали методику лучевой терапии этих лимфом. Я думаю, так, потому что химиотерапия тут используется-то у них одинаковая. Наконец, влияние ретуксимаба на результаты лечения. Вы посмотрите, вот там, где уже использовался четко ретуксимаб, результаты практически одинаковые. И прибавка в пятилетней выживаемости для медиастинальных лимфом – это 17%, а для забрюшинных лимфом – 38%. То есть, в программах химио-лучевого лечения ретуксимаб, конечно, должен использоваться. И вот единственная подгруппа, в которой мы получили совершенно неожиданно, очень близкие к достоверному различию, это, казалось бы, самая благоприятная прогностическая группа, Международный прогностический индекс 0,1, а выживаемость у пациентов с забрюшинными лимфомами существенно ниже, на 25% ниже, чем при медиастинальных лимфомах. А при промежуточном прогностической группе результаты весьма и весьма близкие, и при неблагоприятной группе они практически совпадают. Эффект химиотерапии, полная ремиссия, результаты одинаковые обеих группах больных, а при частичной ремиссии вот тут и выступает, причем единственная группа, где получены статистически значимые различия, это группа с частичной ремиссией. Мне кажется, это происходит тоже по той причине, что мы, как лучевые терапевты, может быть, недостаточно внимания обращали на эту группу больных в силу их, ну, скажем так, меньшей распространенности, меньшей частоты, чем медицинальные лимфомы. Ну и какие выводы хотелось бы сделать? Что прогноз медицинальных забрюшинных диффузных б-крупноклеточных лимфом сопоставим при использовании современной программы химиолучевого лечения ретоксимаб плюс антарциклин, содержащий режимы химиотерапии, плюс лучевая терапия. Отдаленные результаты химиолучевого лечения отдельных подгрупп больных с забрюшинными диффузными б-крупноклеточными лимфомами хуже, чем аналогичных медиастинальных. И, конечно же, необходимо более детальное изучение агрессивных забрюшинных нехорчкинских лимфом на основе кооперированной базы данных, в том числе и с целью оптимизации тактики применения лучевой терапии. Спасибо за внимание. Продолжение следует...